Привет, зритель! Давно не было книжных обзоров. Тут меня в каментах спрашивали по поводу верований нашей деревень в язычество, скажем так, говоря моим языком. Но у нас случилось так, что только с дома мы прощаемся и здороваемся, когда приезжаем. Вот ещё с бабушки так пошло. А вот есть такая книжка замечательная, она у меня дома есть. Вот ты уже понял, что она у меня есть, но раз в руках держу. Мне её ещё в 98-м году моя маман заказала. Тогда выписывали книжки, ещё на механке. Это Мария Семёнова «Мы славяне». Популярная энциклопедия. Такой большой талмуд. Я думаю, в сети её сейчас можно найти. Наверняка было переиздание, может быть, не было. Но в электронном варианте уж точно должно быть. Мария Семёнова известна как писательница детективов под копирку. Не знаю, не считала. Но у меня родственник в аудиокнижках слушает иногда. Мария Семёнова известна как, к сожалению, показать сейчас не могу, автор «Волкодава». Потому что «Волкодава» я все эти пять книжек или сколько там было, подарила библиотеку перед тем, как уехать в эту квартиру. Мария Семёнова также писала фэнтези славянская. Ну, такое стало оно называться, как славянская фэнтези. И эта книжка на твоё и моё, зритель счастья, у меня ещё есть. Вот «Лебединая дорога». Что-то ещё у меня было. Но это вот по ходу дела всё, что осталось от этого славянского фэнтези. Может, конечно, ещё где-нибудь есть. Я так спонтанно не подготовлена. Но если вдруг увижу потом, может, ты видел, когда у меня фоном в фоновых книжках. Я даже когда-то обозревала эти фоновые книжки. Может, цвет у кольца лампа сменить слегка. Ну, вот такой. Мне вот с таким нравилось. Ну, помню, что что-то говорили, что надо с не с таким, а вот с этим. Когда цвет кожи лучше выглядит. Короче, в общем, Мария Семёновна довольно известная писательница. Вот кошка в кадр попала. И книга довольно замечательная. Она у меня одно время была у одной пиетессы, которая со мной то общалась. Потом 10 лет ей было со мной невыгодно здороваться. А потом она снова со мной стала общаться. Потом эта книжка снова вернулась ко мне. Ещё до того, как ей стало невыгодно общаться. Ну, опустим, разные люди есть. Давайте вот тут прочитаем. Популярная энциклопедия Марии Семёновой рассказывает о жизни и бытии наших древних предков. Мировое древо от вершины к корням. Мир человека между своим и чужим. Человеческая жизнь от смерти к рождению. Жилища. Поселение. Мой род. Моя крепость. Придение и ткачество. Одежда. Украшения. Оружие ближнего боя. Лук и стрелы. Доспехи. Я тут листаю. Ты-то не видишь, да? Я ещё порекламендовала эту книгу автору комментариев. И думала, что у меня есть обзор на канале. Я с конца листаю. Прямо как японец. Но оказалось, что обзора на канале у меня ещё нет. Внезапно. ИСБ номер 5768402640. Издательство СПБ Азбука. 98 год. Тут у нас список использованной литературы. Что послужило, скажем так, материалом. Есть картинки. Хочется сказать, от руки нарисованные. На самом деле, я думаю, что это вряд ли от руки. Она, конечно, я думала, что она видавшая виды и расклеилась. Но она довольно хороший переплёт. Несмотря на то, что бумага уже такая... Того и гляди, порвётся. И вот что у нас тут есть. Содержание от автора. Потом мировое древо от вершины к корням. Кто выстрелит? Прошлое из пистолета. О земном устроении. Мать-Земля и Отец-Небо. Дашбог Сварожич. Перун Сварожич. Огонь Сварожич. Рот Роженицы. Ярила, Змей, Волос, Тёмные Боги. Потом мир человека между своими и чужим. Это вот домовой. И как раз всё, что связано с домовым, вот то, что у меня спрашивали, вы можете найти вот здесь во втором разделе. Человеческая жизнь от смерти к рождению, границы во времени, рождение, имя, взросление, коса и борода, свадьба, звёздный мост и использованная литература. Кстати, вот 110. Сейчас гляну, что у нас на 110-то. Ты зрительный дома, я когда-то её давно действительно читала. Но так как это было сейчас 22-й год, а это было в 98-99-й, это было давно. Ну, это действительно достойная книга для изучения, для просто ознакомления. Да, вот тут использована литература как раз вот после практически каждого раздела. Можно посмотреть список литературы, если что-то заинтересовало, то опять же приобрести, посмотреть в интернете, скачать аудио или текстовой формат. Вот, кстати, список литературы у нас под первыми тремя только. Ну, в смысле, под мировое древо нет списка литры. Под мир человека и человеческая жизнь только под человеческой жизнью. Литра, потом жилище, список литературы, поселение, внизу список литературы. Мой дом, моя крепость, тоже список литературы. Придение и ткачество литературы, опять же. Одежда, и потом список того, откуда всё бралось, украшения, опять же, то же самое. Оружие ближнего боя, тоже литература, список. Лук и стрелы и доспех. Всё вот так вот и есть. Произвольно открываю тебе так. Может, конечно, это надо было обозревать без лица, а с руками на столе, но тогда это уже было бы АСМР. Но ты можешь меня хорошенько попросить, а если ты ещё при этом вне России находишься, то можешь подписаться на спонсорскую подписку, и ты как бы поддержишь этим канал, и мне как бы будет мотивация, чтобы такое сделать, в том числе вот за АСМРить, допустим, эту книжку. Вот. Вообще, зритель, ты интересуешься чем-то таким? Читал что-нибудь? Возможно, ты даже видел эту книжку, потому что автор комментария не знал про эту книжку. Ну, как бы она довольно такая уже древняя, и в своё время была, мне кажется, известная книжка, и кто-то знает, кто-то нет. Нет. Я вот про неё буквально случайно вспомнила, думаю, человек там интересуется водяными и прочей мифологией славянской. Думаю, что бы такое посоветовать-то, может, у меня что-то есть, и у меня, вау, у меня же есть такая книжка. Мне, с одной стороны, это как бы память о моей маме, потому что она её покупала, а с другой стороны, мне в своё время очень нравилось что-то подобное читать и изучать. И если тебе, зритель, тоже подобное нравится, тут кольцевая лампа в книжке отражается, я вот смотрю в камеру на себя и вижу, как тут такой кражочек, прям нимб, не иначе привидение, то можешь с такой книжкой ознакомиться. А если ты её читал, читал недавно, вдруг внезапно, то поделись своим мнением о прочитанном в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Вот такой, наверное, слегка сумбурный обзор давно книжки я не обозревала. Всем пока!